Сестра Екатерины Надежда гостила в Израиле с семьей у родственников мужа. Вернуться в Латвию они должны были 11 октября. 7 октября Хамас совершил нападение на Израиль, в результате чего отменены оказались многие рейсы. Среди них и рейс, на котором Надежда с близкими должна была вернуться в Латвию. Начались тщетные попытки найти способы быстрее попасть домой. Первым делом обратились за консульской помощью в МИД Латвии. Они говорили так, искать самим связываться с авиакомпаниями, искать пути вылета оттуда. Писали, что, например, они получили информацию о том, что 11 октября на Кипр запланировано 14 рейсов. Это вот они нам сообщили. Связавшись с авиакомпаниями, естественно, все рейсы были отменены. Еще один вариант, который предложили в консульстве – сесть на корабль из Хайфа на Кипр 12 октября. Но цена вопроса – 290 евро с человека. Плюс до Хайфа нужно было еще добраться. Дорога была не близкой. Екатерина рассказывает, что задавала вопрос, почему другие страны эвакуируют своих граждан, а Латвия этого не делает. На это, по ее словам, она получила ответ, почему тогда ваши близкие не связались с другими странами и не полетели с их помощью. Мы поняли, что мы сами должны это все делать. Сестре, к большому счастью, удалось связаться с консулом Литвы, который незамедлительно прислал информацию о том, что сегодня, в этот же день, у них запланирована эвакуация на 8 часов вечера. Они попросили их быть в аэропорту уже в 5. Даже уже когда они находились на пути к аэропорту, консул Литвы еще раз связался с моей сестрой, спросил, будут ли они, что места у них есть, что они их эвакуируют до Турции вместе с литовцами. Перелет до Анталии на литовском военном самолете, который обеспечила Литва, был абсолютно бесплатным. Оттуда домой добрались чартером за 109 евро с человека. Екатерина говорит, что проблема была решена всего с помощью двух писем литовскому консулу. При этом параллельно шла бесконечная переписка с представителями Латвии, которая в итоге не принесла результата. В Министерстве иностранных дел Латвии говорят, что с момента нападения Хамас на Израиль шли поиски возможных решений совместно с Айрболтик и другими странами. С развитием ситуации и отмены рейсов многими авиакомпаниями было принято решение организовать специальный рейс. 12 октября МИД Латвии получил подтверждение Айрболтика готовности его организовать. Он состоится 16 октября, в следующий понедельник. В соответствии с имеющейся в Министерстве иностранных дел Латвии информации, такого военного самолета, который мог бы доставить подданных Латвии домой, у нас нет. Поэтому используются доступные инструменты, национальная авиакомпания и идет поиск возможностей, чтобы предложить латвийским подданным места в самолетах других стран. Рейс домой на борту Айрболтик не бесплатный. Вначале шла речь о том, что билет до Риги обойдется в 290 евро с человека. Сегодня стало известно – цена вырастет. Да, изначально планировалось, что цена одного билета составит 290 евро, но окончательная цена – 340 евро. Эта сумма согласована с Министерством иностранных дел Латвии. Следует отметить, что во время таких полетов страховщики взимают дополнительную премию, которая может меняться. В конкретной ситуации рост цен можно объяснить увеличением ставки страхования рисков из-за войны. Рейсы других стран, которые являются гражданскими, тоже не бесплатные. В нашем распоряжении есть информация, что если стоимость перелета с Айрболтик – 340 евро, то некоторые страны устанавливают цену аналогичного рейса в 1000 евро или 500 евро. Другие страны тоже не совершают гражданские чрезвычайные рейсы в такой ситуации бесплатно. По словам представителя МИД, 1000 евро за перелет гражданским чрезвычайным рейсом ранее просила с пассажиров Литва. Но отметим, что после того, как у литовцев появилась возможность эвакуировать граждан военным самолетом, он совершил уже два вылета из Израиля в Турцию. Третий запланирован на сегодня. Первый и пока единственный рейс Айрболтик запланирован лишь на следующий понедельник. В Министерстве иностранных дел говорят, что к ним не обращались подданные Латвии с просьбой оплатить перелет домой по причине отсутствия средств. Представитель МИД Латвии успокаивает. Если денег нет совсем, нужно обращаться в посольство или консульский департамент. Там будут искать способы решить проблему. Правда, бесплатно вернуться домой не получится. Деньги потом все равно придется вернуть.